Ну не знаю кто там у них, разведчики были роты Доложили, что рота оказалась в плотном кольце душманов Зеленая зона А до этого оказывается вот этот старший лейтенант Черножуков, командир роты Он вытащил роту свою на занятия тактические Вот просто на занятия захотелось ему В горы, а потом уже они зашли в зеленую зону Так вот, вот сейчас вопрос стал ребром Что нужно ночью выйти из окружения Которое устроено, ну ловушка засады, в засаде не оказались Давайте почитаем, сделаем выводы А вслушиваясь в тишину, взвод за взводом, увлекаемые разведчиками Ускользали солдаты из долины И ни разу не услышала она ни звона оружия, ни стука солдатского котелка Ни шума сорвавшегося из-под сапог камня Кто она, интересно Последней уходила группа прикрытия под командование старшего лейтенанта Борисова Так и не сделавшая ни одного выстрела Через несколько дней командир подразделения афганской армии Привез батальона майора Терехова Пожилого диханина, насильно мобилизованного душманами в банду И покинувшего эту банду при первой возможности А, она банда не услышала, ну понятно Да нет, услышала все на самом деле Он-то и рассказал, как утром бесновался рыжебородый главарь бандитов Когда после предпринятой атаки выяснилось, что советские солдаты исчезли из долины В ярости пустил он плеть по плечам караульных В один голос утверждавших, что только шайтан мог унести русских аскеров Если и был шайтан, так это Черножуков, говорили в батальоне Его солдаты, как горные олени, по любой тропе пройдут Вроде Черножукова над такими разговорами посмеивались Но каждый воин в глубине души благодарил командира за науку Пройдет время и герой Советского Союза капитана Черножуков Во время его встреч с молодежью на предприятиях, учебных заведениях, воинских подразделениях Будут не только восторженно встречать, как сверстника отмеченного высшей наградой Родины Но и засыпать вопросами Заданные в разной форме, они по сути все отражают стремление познать меру подвига И всегда без боязни повторится Александр будет начинать свои ответы с рассказа о друге Заместитель командира роты по политической части, старшем лейтенанте Борисове Когда складывалась такая обстановка, что кто-то из офицеров роты должен был брать ношу потяжелее Прорываться с боем через заслоны душманов Или наоборот прикрыть отход подразделения Борисов Заранее отвергая возможное возражение, произносил излюбленную фразу Это мое дело Все его любили и все хотели говорить с ним обо всем Бывало подойдет Андрей Борисов, это замполит роты, к солдату Поинтересуется его самочувствием Спросит Что из дома пишут Подбодрит И настроение у человека поднимается Как ртутный столбик на солнечной стороне Вот послушай, сказал он однажды Черножукову Открывая знакомый томик с цветком-закладкой Вершины Их покаты плечи, скаты блестят слюдой И так далее Ты вдумайся в каждое слово Восторженно восклицал Андрей Ведь это рассказ о нас, о людях Каждый человек должен быть вершиной И что есть на земле великого, когда они вместе Фантазер ты, дорогой, ему улыбался в усы Черножуков Чувствует, что добрая правда стоит за Борисовым Разве мог Александр поверить, что скоро, совсем скоро Душманская пуля оборвет жизнь его друга И не станет на земле человека с горячим сердцем и светлой головой Андрей находился в головном бронетранспортере Когда один взвод из роты Черножукова Вместе с афганским подразделением патрулировал дорогу Ведущую через перевал Из ближнего кишлака навстречу колонии Выбежал старик И у бронетранспортеров силы покинули его Он упал, приподнялся и начал что-то быстро говорить О чем он, чувствуя недоброе, спросил Борисов, переводчика Душманы ворвались в кишлак Рассказал старик Расстреливают сельских активистов и других крестьян Не желающих подчиняться маржахетам Ну, душманам, да, слова маржахет не было Не дожидаясь, пока водитель заведет бронетранспортер Старший к нам Борисов с горской солдат Ринулся к отдаленному дуалу За которым слышали выстрелы Слышались выстрелы Ну, вообще, конечно, безрассудное поведение По идее, подставить своих солдат Чтобы спасти жителей кишлака У которых идут внутренние кишлачные разборки внутри племени Вы-то здесь причем? Куда вы лезете? Бандитов оказалось больше, чем бойцов афганской армии Спешивших во главе с советским офицером На помощь дехканам То есть без разведки побежали в кишлак Первым упал на горячую землю Старший лейтенант советской армии Он сделал свой последний вдох Под яростный стук пулеметов С подоспевших бронетранспортеров Но, скорее всего, этот старичок дехканин Он, возможно, был провокатор, чтобы заманить подразделение шурави В этот кишлак, ребята Это все, как говорится, азбука Ну, вот, какие-то наивные поведения Старший бежит сразу в кишлак Солдат подставляет своих Когда Черножуков рассказывает о жизни и подвиге Андрея Борисова Он избегает слова «был» Образ друга, как гордый, непоколебимый перед лицом времени Вершина человеческого духа и благородство Высится в его памяти И в памяти всех бойцов-интернационалистов Бойцы-интернационалистов Смотри-ка, не воины-интернационалистов, а бойцы Интересная аббревиатура Когда бы не вспоминал Александр о службе В составе ограниченного контингента советских войск В Афганистане Он невольно делит ее на службу с Борисовым и без Борисова Ну вообще, да, конечно, получил шок Когда убивают офицера Твоего напарника, опытного Видимо, который был уже до Черножукова в Афганистане Которому было уже до дому Совсем близко Молодой офицер, конечно, это шок Это крайне неприятно рассказывать для молодых слушателей Которые, возможно, могут не совсем понять текст И смысловую нагрузку данного текста Тогда в ночь перед атакой старший лейтенант Борисов Как всегда стоял рядом с командиром роты Отдающим боевой приказ Начнем затемно, сказал Черножуков В начале выдвижения, чтобы ни одного звука Пока душманы не обнаружат Ну вот, по описанию, такое ощущение, что Вот этот старший лейтенант Александр Черножуков Он, видимо, командовал разведывательной ротой Своего батальона Потому что уж очень отчаянные какие-то Вот описание его действия, его роты Ребята, вот такое складское впечатление Хотя здесь не указано Ну вот, книга 86-го года Ничего не указано Видите, ни номер войсковой части Ни город, где солдаты выполняли свои боевые задачи Ничего не указано Ну, секретная, в общем-то, книга секретная Тираж небольшой Я говорил буквально, тираж Это вообще маленький 100 тысяч экземпляров Для Советского Союза Просто мелкий тираж Могу предположить, что их осталось в России Может, этих книг Может быть, там 50 тысяч, не больше И чтобы ни одного звука Пока душманы не обнаружат Там как по времени Нормально? Ну что, друзья Давайте вот здесь уже окончание Давайте все-таки перенесем на следующий Еще раз Потому что здесь О, еще три листа с половиной А здесь в основном он Про своего друга Про замполита много рассказывает И хочу подвести резюме Что да, видите, замполиты Как служили друзья в Афганистане Они складывали свои жизни И наравне со своим командиром Выполняли все свои обязанности Не прячась за спины солдат Но это к тому, что многие начинают Субтитры создавал DimaTorzok